Впрямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. В ближайшие полчаса расскажу о главных событиях дня. Вспомнить историю за 45 минут. Ставропольцы присоединились ко всероссийской акции «Диктант Победы». Джамиля Ибрагимова тоже освежила знания. Сурка видишь? Нет. А он есть. А сколько их узнаете в сюжете Ярослава Лапина? На этом языке говорит весь мир. О силе грации и пластики расскажет Виктория Шкальная. В Ставрополе готовится к главному майскому празднику – Дню Победы. Если заглянуть в программу, то там десятки памятных акций. Одна из них уже связала почти полтора миллиона человек по всей стране и даже за границей. Желающие написали победный диктант. На нем можно было проверить свои знания о Великой Отечественной. Чей голос объявил по радио о начале войны. Что такое план Барбароса и когда случилась Сталинградская битва. У моей коллеги Джамиля Ибрагимовой тоже было 45 минут, чтобы вспомнить историю. Идеальная тишина, которая бывает, пожалуй, только на экзамене. Так проходит диктант победы в Ставропольском кадетском президентском училище. Участники очень сосредоточены, но взволнованных среди них нет. И дело даже не в том, что тест не на оценку. Дело в блестящей подготовке. Да, конечно, я уверен, что я его напишу хорошо и покажу все, что я знаю о моей истории. Я должен, я обязан помнить подвиг моего прадеда и знать об этой войне больше и больше. Диктант победы – это, по сути, тест на знание истории Великой Отечественной войны. На то, чтобы проверить историческую грамотность, дается, как на уроке – 45 минут. Эту вершину немецко-фашистские захватчики планировали переименовать в пик Гитлера и даже смогли водрузить на нее свое знамя в 42-м. Но советские альпинисты сбросили фашистское знамя, установив советский флаг. Как называется вершина, о которой идет речь? Заданий в диктанте всего 25. Они достаточно сложные, но, в принципе, выполнимые. Ответы на них мы можем помнить из учебников истории, ну или наверняка слышали от бабушек, дедушек или даже родителей. Вот, например, ответ на этот вопрос я знаю точно, что речь идет об Эльбрусе. В некоторых вопросах, правда, надо напрячься. Где-то, например, вспомнить фильмы и произведения, в которых находят отражение военные события. И в целом все то, что мы накопили и сохранили в память о нашей победе. Есть такие задания, в которых нужно обращать внимание на даты, на определенный исторический период, на сражения. И уже с помощью этих знаний, отталкиваясь от этих фактов, определять ответ на данный вопрос. Диктант победы в этот день писали по всей стране. Он вызвал такой интерес, что только на Ставрополе пришлось открыть больше тысячи площадок. В мероприятии поучаствовал и губернатор Владимир Владимиров. Это общее наше российское чувство гордости за победу, скорби за тех людей, которые ушли. Ушли после войны от ран и от тех испытаний, которые они принесли. И вот эта энергетика народа, она сегодня в этом экзамене проявляется. И я никогда не мог отказаться от этого, сколько он проходит, столько я прихожу сюда, потому что я хочу прикоснуться к победе народа, хочу вспомнить ее и хочу передать своим детям. Акция «Диктант победы», кстати, давно расширила географию. К ней присоединились люди в 80 странах мира. И главная цель у мероприятия вовсе не выставление оценок. Она гораздо шире. Вольно или невольно, мы задумываемся о том, насколько важны знания о прошлом нашей страны, насколько этими знаниями иногда выгодно манипулировать и насколько необходимо знать события Великой Отечественной войны для того, чтобы не позволить фальсифицировать события. Результаты диктанта будут известны совсем скоро. Победители получат приглашение на парад победы в Москву. И не исключено, что среди них будут и наши земляки. Встать ни свет ни заря, вооружиться биноклем и заняться природной математикой. Именно так поступают специалисты, которые отслеживают популяцию сурков на Ставрополе. Этим утром зверьков считали на хребте недреманном. Для чего это делали? У Ярослава Лапина сегодня тоже выдался день сурков. Охотники делятся на две категории. Одни выезжают в далекие красивые места для того, чтобы добыть себе хорошие снимки. А другие выходят с ружьем в поисках настоящего трофея. Если фотосъемка никак не влияет на фауну Ставропольского края, то охота оставляет после себя реальные следы. Мы находимся сейчас на хребте недреманном, где сотрудники госохотнадзора следят за численностью сурка байбака. Очередной обход окрестностей. В руках у инспекторов специальные бинокли, которые позволяют издалека наблюдать за животными. Задача предстоит непростая. И требует она внимательности, усидчивости и широких знаний о дикой природе. Среди пасущихся коров и лошадей надо найти и посчитать сурков. Учет на сурка байбака у нас проводится визуальным методом с применением биноклей. Как правило, учет идет в утренние и вечерние часы, что совпадает с активностью данного зверя. Он кормится после восхода солнца и за два-три часа перед закатом солнца. Обсматриваем, смотрим колонии, жилые поселения сурка. Смотрим молодняк, приплод. Если вы подумали, что посчитать всех сурков на такой большой площади невозможно, то вы абсолютно правы. Но в этом нет необходимости. Почет ведется для того, чтобы определить количество выдаваемых охотничьих лицензий. Она разрешает охотнику поймать или подстрелить только одного зверя. А таким образом контролируется популяция сурков. Мы проводим данный учет численности сурка Байбака в первую очередь с целью мониторинга численности зверя, распространения динамики его непосредственно в этом годе, на этой территории. Ну и, конечно же, чтобы методом вычислений вывести количество добываемого данного зверя в предстоящий охотничий сезон. Камера нашей съемочной группы, можно сказать, работает на максимальной мощности. Близко к суркам подойти нельзя, потому что они очень пугливы и при этом общительны. Если всего один сурок почувствовал угрозу, об опасности быстро узнают все остальные и спрячутся в свои норы. Кстати говоря, сурок Байбак здесь не местный. Значит, сурок Байбак сюда был завезен в 92-м году еще краевым охот управления. Было закуплено 100 особей в Ростовской области. И в порядка 75 голов выпущено в искусственные норы. То есть заранее подготовили норы, убежище для него. И на сегодняшний день, с тех времен, от 700 до 900 голов мы здесь насчитываем. В этом году инспекторы насчитали почти 900 сурков. Это предельный показатель. Значит, в предстоящем сезоне охоты, который стартует 1 июля, желающим можно добыть 10% от этой популяции. Всего планируется выдать 90 охотничных лицензий. Это 90 сурков, соответственно. А внимательно следили за дикими животными Ярослав Лапин и Владимир Ходорев. Ставропольское телевидение. 29 апреля – самая зажигательная дата в году. Это Всемирный день танца. Если немного понаблюдать и вспомнить историю, то танец зависит от эпох, народов и нас. Когда-то все учили вальсы и полонез, чтобы ходить на балы. Сейчас – тик-ток-дэнс, чтобы выходить в социальные сети. Но все направления так или иначе сосуществуют и находят своих танцоров. Виктория Шкальная не смогла устоять на месте, отправилась на мастер-класс по хай-хилз. Это надо видеть. И начинаем двигаться с правой ножки вперед, перенося спокойно бедро. Подтягиваем ногу к себе, переносим ножку. Танцы – это моя жизнь. В этом уверена Екатерина Зайцева. Долгие часы в хореографическом зале и неизмеримая любовь к своему делу преследуют танцовщицу с самого детства. Я с четырех лет танцую. Привели родители, потом я поняла, что это мое, и пошла дальше. Училась на хореографов колледже и, собственно, пробовала все направления, но остановилась на вот этих двух. Речь о современном направлении хай-хилз. Дословно переводится как «высокий каблук». Это пластичные и женственные движения с джазовыми элементами в основе. Это то, что помогло мне стать более женственной, потому что я любила всегда кроссовки, спортивный стиль, общалась с мальчиками, такая пацанка была. И вот после того, как начала танцевать на каблуках, я почувствовала что-то другое в себе и начала как-то внутри взращивать женщину и почувствовала, что могу это, наверное, в массы. Бальное прошлое и изучение теории классического танца не прошли даром. Вот уже девять лет Екатерина успешно преподает через танец искусство женственности. Но знать теорию, говорит хореограф, это лишь малая часть успеха. Практика – вот что главное для любого танцовщика. Для меня это второй дом, потому что я здесь провожу очень много времени. И преподаю, и занимаюсь индивидуально с девочками, и сама занимаюсь, потому что для меня практика – это первую очередь. Поэтому я здесь живу, это мой дом. Если сравнивать хореографический зал с домом, то его фундамент – это станок. Ни один современный стиль не обойдется без танцевальной базы. Классический танец, он ставит постановку корпуса, делает постановку стоп, выворотность дает хорошую в коленях. Ну, то есть это основа, которую я бы, наверное, советовала всем пробовать. Хоть сама я к танцам имею непосредственные отношения, все же взять мастер-класс от профессионала не отказалась. Мы начинаем с тобой двигаться от плечей, прогибаться спокойненько, голову на меня переводи, вот, и обратно возвращаемся, вот. Прогибы усвоены. Пришло время следующего основного элемента – походка. Подтягиваем ножку к себе, выводим вперед, опять бедро, ага, еще. Народные и бальные танцы, классика и современная хореография – все это один мир, мир красивейшего искусства. Это язык, на котором говорит весь мир, язык эмоций, грации, пластики. А всех танцовщиков с международным днем танца поздравили Виктория Шкальная и Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. И пока это все новости, еще больше есть на нашем сайте stv24.tv. Если у вас есть проблема, пишите нам в редакцию номер 8 928 350 80 70. Также мы есть во всех социальных сетях. Чтобы подписаться, нужно навести камеру смартфона на QR-код, который вы видите на экране. Далее прогноз погоды, слово Алексею Форсикову. А у меня на этом все. В студии была Александра Слободская. Спасибо, что были с нами. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Расскажу о погоде на пятницу, 30 апреля. В Ставрополе в пятницу осадки все же прекратятся, но будет пасмурно. Днем плюс 17, вечером плюс 10. В Изобильном и Новоальдзанровске небольшой дождь. Плюс 19 днем, вечером плюс 11. В Минеральных водах пасмурная пятница без осадков. Днем плюс 17, вечером плюс 10. В Пятигорске в пятницу небольшой дождь, плюс 17. В Кисловодске пасмурная пятница, поэтому непременно сходите на рынок. В ряды с сырами и зеленью. Эти ароматы вы долго не забудете, поверьте моему опыту. Днем в Солнечном городе плюс 16, вечером плюс 7 без осадков. На востоке края в Ипатово-Эдивном небольшие дожди. Днем плюс 17, вечером плюс 12. В Арсгире тоже небольшой дождь. Плюс 17 днем, вечером плюс 10. В Нефтекумске и Буденновске облачно, без осадков. Днем плюс 19, вечером плюс 11. На этом все. Увидимся на своем ТВ, в том числе и в программе «За здоровье». Присоединяйтесь каждый будний день в 12.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова